Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова я, Данали. Сегодня у нас будет видео покупочка лошади, а вернее конкретно французского селя для моего доп. аккаунта. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Дебора Вейлберг, директор школы верховой езды, и у нее в конюшне уже есть несколько любимцев, такие как голландец, бельгиец, а также недавно купленный лепецан, но при этом уже прокачанный до 15 уровня с помощью фестиваля конного спорта. Конечно, много репутаций это хорошо, да и плюс еще одна началочка, но такую быструю прокачку я не ожидала, и у нее всего лишь 4 лошадки. Сейчас у меня как раз 950 старкуинцев, и я решила, что а почему бы не купить ей еще одну лошадь? Лепецан я покупала меньше месяца назад, так что седлаем его, отправляемся в хозяйство Серебряные Поляны и выбираем там себе французского селя. Я очень не могла долго определиться, какую масть я все-таки хочу, даже устраивала, скажем так, некий опрос в своем телеграм-канале, по поводу того, какой из этих красавчиков больше подходит Деборе, либо серенький, либо вот этот Пеги. И мне они нравятся оба. Возможно, когда-нибудь я все-таки куплю вот этого серого, только если не выйдет какая-нибудь Вестфальская или Альденбургская с такой же мастью. И вот этот Пеги, которого я не планировал покупать ни на один из своих аккаунтов. И это было очень сложно решить, кого же купить из этих двух мастей. Но благодаря вашей реакции в телеграм-канале и моему более глубокому анализу данных мастей, я все-таки решила, кого буду брать. Решила я разнообразить конюшню Дебора не только гнедыми и серыми лошадками, но и купить ей первую Пегу лошадь. Да и еще такой вот интересный именно вариаций Пегасти. Это еще и французский Сель, один из спортивных лошадей. Хотя анимация у него так себе, но все равно по экстерьеру я считаю его спортивным. Вначале я думала сделать его с длинной стрижкой, но потом поняла, что нет. По практике мне больше подойдет либо шишки, либо корешка. Ну а если выбирать между какими корешками основной или вот этой покупной, я люблю покупную. Ну такие вот у него алюрчики, шаг, рысь, голубь, манежный, голубь обычный, карьер. Ну конечно да, очень непривычно, очень странно, ни разу не выездково, ни разу не конкурно. Да и ну вообще очень-очень странные у него анимации. Да, но тем не менее очень красивая лошадь. Итак, я хотела, чтобы это был взрослый жеребец, но сейчас я не понимаю, что это за лошадь. Может ты будешь кобылой? Насколько я помню, у меня все на конюшне жеребцы, но я не уверена. Пожалуй, ты будешь кобылой. А вот какое тебе имя дать, кличку, даже не знаю. Может быть что-то связанное с стрелой. Насколько я помню, стрела здесь есть, нужно только поискать. Страж, страница, страсть, стрела. Вот, нашла. Да, это будет стрела. Прям подходит. А вот какая? Это вот надо посидеть и подумать. Ну, кстати, вот рассветная. Нет, что-то не то. Что-то нету. Нужно что-то более, наверное, безграничное, но при этом не безграничное. Так, на букву А, Б. Ну, кстати, почему нету беззаботной? Беззаботная. Почему только беззаботной? Так, снежная, березовая, бериловая, бесконечная, беспокойная, бессмертная стрела. Нет, тоже что-то не то. Так, резвая стрела. Ну, в принципе, учитывая то, какие они дерганые, но нет. Я все-таки решила назвать эту лошадь Невероятная Свобода. Долго сидела и думала над стрелой, но поняла, что нет, хочется что-то более, более обширное, чем какая-то стрела. И вот долго-долго, тыков разные имена, поняла, что это будет у меня французский сель, взрослая кобыла по имени Невероятная Свобода. Да, так что, ой, прям даже не верится, у меня всего лишь 950 СК, то бишь останется 30 с чем-то. По сути, трачу последние деньги этого аккаунта, чтобы купить себе французского селя. Да, Невероятная Свобода. Ну что ж, покупаем и прям... Божечки, какая-то классная. Как вы хорошо смотрите. Ой, прям директор все, директор растаял перед этой красотой. Ну что ж, я очень-очень сильно рада, что у Дебора появилась еще одна лошадь. Это очень удивительно и непривычно. Я все никак не смирюсь с мыслью, что Дебора уже давно не обычный аккаунт, а аккаунт с лайфом. И у нее копится СК. А, то есть я помню, что голландцы вроде бы я покупала как раз-таки за средства, которые накопились с покупки лайфа. А вот бельгийца, самую первую лошадь, я купила за накопленные с кодов старкоинсы. Так, ну что ж, вот оно наше счастье. Наша радость. Кобылка, невероятная свобода. И как ты красиво здесь смотришься. Давайте почистим и сделаем ей весь уход, чтобы она достигла второго уровня. Ой, дебой мой, какая ты прикольная, мне нравится. Так, водичку. Ну да, все-таки я, пожалуй, не против, что это кобыла. По крайней мере, на данный момент. И сейчас мне, в принципе, кстати, пришло осознание, что по сути-то имя и не важно, вернее, пол. Раньше же мы как-то просто так называли коней. И не было вот этой замороченности. Ну, прям настолько серьезной, как кобыла и жребец. Ой, какая ты, какая ты высокая, длинноногая. Да, пожалуй, эта кобыла пойдет у меня в кросс. Однозначно, потому что у меня есть две лошади на выездку и одна на конкур. Так, давайте подберем какой-нибудь комплект. У Дебора очень мало всяких вещей, амуниции. Есть, конечно, за задание что-то покупное, но у нее всего очень-очень мало. Может быть, даже что-то придется докупать. Так, недоуздок пока смотреть не будем. Хочется какой-то сет, наверное, конкурный как раз таким. Может быть, этот Вальтрап? Нет, 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 нет. Где-то что-то лежало. Давайте все-таки возьмем вот этот Вальтрап Клуба Бульдоги, по-моему. Вот эти старенькие нагавки. О! О! А тут есть хорошие уздечки. Давай возьмем. Правда, у меня нету черных уздечек и черных сетей. У меня остались только коричневые. Все остальное надето на... По-моему, на Липецаны и на остальных лошадок. Ну, знаете, даже так это уже смотрится очень-очень круто. Да, на других страничках точно ничего нет. Черный Вальтрап все-таки нет. Как-то беленький смотрится более круче. И эти нагавки тоже более, мне кажется, как-то акцент вызывают на этом сете. Ну что, вот и готовый сет. И шикарно. И мне очень нравится. Красивейшая лошадка. Ой, как вы нюхаетесь с Липецанчиком, боже мой. Просто я не могу. Какая прелесть. Да, так что поздравляем Дебора с покупочкой новой лошади. И давайте сейчас мы посмотрим на них уже в работе. На боевом поле. И сегодня, благодаря фестивалю, мы даже сразу увидим абсолютно все анимации данной породы. Вот так у нас шажочек был. Рысь. Рысь достаточно поняшная. Она мне не нравится. Дальше у нас манежный голопчик. Ну, тоже как-то странно. Что-то мне это все отдалено понях напоминает. Голоп. Это, по-моему, англичанин пробежал тут мимо. Так, далее у нас карьер. Он такой вот очень резвый. По-моему, как у англичанина или у кого-то еще. Торможение. Такая резкая остановка. Осаживание. Очень красивое. Аккуратное. Мне нравится, как двигается ее хвост и как она держит голову. Дыбы. И также сейчас еще посмотрим доп. Анимацию данной лошадки. Таким способом. Это вот такая свеча, которая очень похожа на обычные дыбы андалуза. Но, напоминаю, лошадка только что была второго уровня. Теперь она с седьмого уровня. Спасибо, Конный фестиваль. И мы можем посмотреть на ее спецанимацию на зажатом шифте. Так, конечно, жалко, что на этой лошади я не смогу делать, скажем так, разные виды рыси. И теперь я еще могу спокойно на пробеле делать свечу. Опять же, рысь. Ой, вернее, опять же, дыбы. Опять же, осаживание. Очень аккуратная все-таки внешняя лошадка. И вот она всех цепляет внешностью. Но, к сожалению, не алюрми. Но все равно я очень рада, что все-таки ее купила. Не жалею потраченных средств, потраченных эска. Буду качать ее на Конном фестивале. И мне кажется, что именно эта лошадь получит все-таки розетку от самой Бронессы за мероприятие на этом Конном фестивале. Ну, а на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки и пишите комментарии, как вам кажется, смотрится эта парочка вместе. Или все-таки лучше было бы купить серого. Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также укачать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok